Горица зол! Горица зол! Начинал все с предохранителей, который вот у нас один вот тут стоит PS600, входной предохранитель, мелкий такой резистор. Чаще всего выходит в строя именно он, потому что он входной. Он тут у нас еще расположены, в общем-то, PS606, PS6004 и PS601. Чаще всего вот эти резисторы, предохранители, они отвечают за подачу тока на привод. Они чаще всего выходят из строя. Ну вот, конечно же, лучше всего их заменить другими новыми SMD резисторами. Найти их, ну, купить, думаю, несложно, если вы живете в городе, несложно найти магазин электроники и купить эти резисторы. Причем они недорогие, копейки сущие, стоят они очень маленькие. Но, как бы, если под рукой нету, то легко можно залить припоем, замкнуть контакт и так тоже как бы сойдет. Но так не советую так использовать после ремонта, потому что, как бы, резисторы при перепаде напряжения, они выходят из строя, сгорают. А если у вас вместо резистора будет стоять припой, то тогда уже выйдет из строя что-то покруче, не мелкий предохранитель, а, скажем, вот этот чип или какой-нибудь вот такой транзистор. Так что лучше уж поменять, чем вот так оставить припой замкнутым. Так вот, я помню, я залил припоем пока что, я не купил SMD резисторов, просто залил припоем. И так, свет, диод у меня загорелся, да, получилось, заработало как бы. Но дело этим не закончилось. Игры у меня не шли нормально, как бы, во-первых, вот привод, вот привод. Диски он вообще не крутил самостоятельно, не крутятся диски никак. Ну, во-первых, скажу, что PS1 не моя, вообще мне друг его дал, который, в свою очередь, одолжил у соседа, которому он нафиг не был нужен, потому что он не работал. Так вот, он очень старый, на нем ничего не меняли, все очень старое, древнее. Ну, само собой, диски привод не крутил, и вообще, возможно, он был дохлый, мы не знали вообще, может, не знаю, он вообще с самого начала не работал, и как бы так. Но, как бы, попробовали со сжатым датчиком крышки, вот тут кнопочка была, я кое-что сделал с пластилином, об этом я позже расскажу. С сжатым, с сжатой кнопкой датчика крышки, моторчик крутился, лазер светился, он работал, выдвигался, выдвигалась головка, все работало, как бы, кое-как. То есть, диски крутились, и потом мы попробовали просто положить на бок, это PS1, и диски крутились при старте PS1, при включении. Как бы, пошло, вроде бы. Но, игры запускались с артефактами, там, объекты не прогружались нормально, и зависания были. Да, как бы, все заработало, но не так, как хотелось. Ну, все, как бы, думаем, приехали. Но, мы почитали там статьи, погуглили, что, как это делается, как чинят приводы. Ну, чинится, конечно же, обычно с заменой, меняют моторчик, покупают, или лазер. Нет, я не потрогал, не подумайте, я просто вот так правил пальцем. Да, не надо линзу вот так трогать лучше, не надо пачкать, надо поаккуратнее вообще с этим делом. Да, это я к слову. Обычно все обходится заменой, покупают все это дело и заменяют сразу, и все, не заморачиваются ни с чем. Но, к несчастью, нам это дело сложно купить. Мы, так сказать, в Армении, у нас все это дело не покупается особо, дедальки не продаются, где попало, трудно все это достать. И, в общем, неплохо вышло в итоге. Мы, так сказать, точнее, я начал с чего? Ну, там, сейчас покажу. У нас тут на шлейфе, на шлейфе привода, вот, стоит транзистор такой, переключатель. Он регулирует напряжение лазерной головки. Ну, так вот, поворачиваем мы его по часовой стрелке где-то на 5 минут, очень, так, чуточку, слегка. Лучше не переусердствовать, даже если после этого не сработало. Ну, можно немножко, конечно же, побольше прокрутить, но чем больше, тем, чем больше покрутить, тем больше шансов, что головка выйдет из строя. Хотя, вроде бы, если бы пришли к тому, что приходится покрутить этот транзистор, то, как бы, она уже полудохлая. Короче, по часовой стрелке крутим его чуточку. Я так взял, покрутил слегка, подкрутил. Потом я заметил там, сфоткал, потому что невооруженным глазом это не очень-то заметно. Сфоткал линзу, и там вокруг нее были ворсинки всякие, пыль, много грязи. На самой линзе были всякие там пятна, даже обычным глазом было заметно. Ну, я подумал, может, он просто треснутый какой-то, не знаю, может, его испортили, убили. Но, нет, промыл я ватной палочкой, намочив предварительно в спирте 70%, ну, промочил, промыл хорошенько, аккуратно, самое главное, очень аккуратно, так тоненько, вот так, очень мягонько так проводим. Все зачищаем, и потом, конечно же, я еще фоткал, чтобы детально разглядеть, не осталось там никаких пылинок или ворсинок на линзе. И несколько раз я так проверял и прочищал, ну, прочистил я все это дело, и перешел еще к одной детали. Вот, червичная передача. Она у меня была совсем в пыли, и это тоже важно, потому что она, как бы, заедает это дело, моторчик, он выдвигает лазерку. Ну, это тоже имеет, короче, значение, не важно, не маловажное значение. Вот, его я промыл опять ватной палочкой, намочив в спирте, аккуратненько так опять, не надо так крутить его пальцем так жестко. Старайтесь вообще, что, все, что делаете, старайтесь делать аккуратно, очень осторожно, потому что это дело можно все испортить, убить. Да, это опасно. Так, аккуратно промыл я его спиртом, очень аккуратно еще почистил это салфеточкой, ну, чтобы там спирт не накапало куда не надо. После чего еще накапал машинным маслом, так, слегка, чтобы оно лучше крутилось. Да. Накапал, аккуратненько опять ватой, так, слегка намазал, очень легонько, мягонько, осторожно. И поставил я все, и вроде бы заработало. Ну, точнее, как сказать, заработало. Диски опять не крутятся на старте, не работает, как бы, ну, подумал, хоза, не получилось. Теперь на боку вообще не крутились диски, хотя в прошлый раз до чистки и накрутки напряжения на лазер крутились. Не крутились теперь, и на боку даже. Но с сжатой, с сжатой кнопочкой датчика крышки диски прокрутились. Артефактов теперь уже не было, никаких зависаний, все прогружалось, все нормально работало. Единственная проблема, что сами диски не крутились. Надо, чтобы датчик крышки был зажатый. Ну, вот и пришлось приделать данный костыль, пластилин. Он довольно такой твердый. Я его нацепил на датчик этот. И он зажатым, как бы, держит кнопочку датчика крышки. И теперь при старте все крутится. Он постоянно крутит диски. Все как бы работает. Как-то, хоть как-то работает. Никаких проблем пока что нет. И я, собственно, сейчас все подключу, включу, чтобы показать вам, что это дело работает. Я, конечно же, понимаю, что тут, может, не все хорошо очень видно. И я приложу в описании к видео фотки высокого разрешения с разметкой. Какие предохранители надо поменять или залить припоем. И еще немножко там описание, как все это делать, помимо видео. Чтобы вам легко было сориентироваться. Сейчас вот это поставим вот так. Мне просто трудно одной рукой все это делать. Я держу камеру, у меня штативчика нету. Ай-яй-яй. Окей. Хорошо. Вот так. Остается. Привод. Добавим шлейфики вообще. Ой, извините, у меня палец дернул нечаянно затвор. И видео остановилось. Но мы начинаем с того места, где остановились. Я хотел сказать про шлейф. Про сам шлейф. Что с ним надо быть поосторожнее. Потому что его легко можно поломать. Надо все помнить все-таки, что это шлейф. Во-первых, я ненавижу шлейфы. Но потому что с ними надо очень-очень аккуратно. Потому что их очень легко отломать, сломать. Очень легко. Очень легко. И потом все это дело очень древнее, старое. Ему как минимум 15-16 лет. И везде, конечно же, от 2001 года. Вот так вроде бы вошло. Получилось. Сидит. Сейчас. Предварительно проверю. Окей. Хорошо. Окей. Ладно. Теперь я так подключу. Я не буду ставить крышку. Потому что там надо крутить винтики. А у меня это вряд ли получится. Одной рукой. Сейчас подключим. Все у нас. Ага. Питание. Еще поосторожнее с разъемом питания. Очень осторожно. У меня он уже как-то не особо так сидит. Он болтается. Чутка шатается. Вот из-за этого тоже может выйти из строя предохранитель входной. Да и предохранитель вообще. У меня это блок от PS2. То есть не родной блок. 8,1 вольт напряжения. 7,5. Блин. Я сказал 8,1. 8,5. Видно на видео. Окей. Отключим геймпад. Слушай, извините за видео. Ну, я неудобно иногда держу камеру. Мне просто самому неудобно. Вам не все видно. Извините. Поставим сейчас диск. Пиратка такая. Таким 3. Там просто графон есть. И видео там в начале прогружается. Очень такое. Я хочу продемонстрировать. Все это работает как бы. Окей. Поехали. Ах да. Нет. Это все не то, что вы подумали. Я просто вилку не подключил. Да. Так что спокойно. Спокойно. Изи. Все. Вот. Зажатый у нас датчик крышки. Так что прогружается все. Вот. И сейчас пойдет собственно игра. Вот. Загрузилась. Иногда, конечно же, бывает, читаются диски не с первого раза. Вот. Выдают вот это лого и он зависает. Надеюсь, сейчас нет. Все. Не зависло. Но это все-таки надо учесть. Привод старый. Я лазерку, конечно же, подкрутил. Все почистил. Но. Это еще не значит все хорошо. И должно хорошо, идеально работать. Надо все это учесть. Я не знаю. Прошли после видео. Или перейти сразу к геймплею. Я чуточку потише делаю. Вот. Окей. Я проскипаю. Чтобы показать, что все это работает. Это не только видео у нас тут. Окей. Нажимаем X. Да, у нас еще иногда нехорошие такие звуки он издает. Но. Это нормально. Вполне нормально. Не пугайтесь. Окей. Вот так. Окей. Я одной рукой Верли так смогу. О. Одной рукой прям Что-то там Комбо сделал. Или Наверное у этого персонажа Просто Комбо Легко там Сделается. Окей. А не. Это не мой персонаж. Окей. Или это мой. Я уже не знаю. Они местами поменялись И я такое не понимаю. Вообще Что происходит. Ну. Короче. Вы видите, что это работает. Игра довольно графонистая. Ну. Для PS1. Я поставил что-нибудь другое. Ну. Скажем. МГС1. Но. Его у меня нету. Есть. МГС1. Но. Он записан с очень большой скоростью. Его мой друг записал. Почему. С такой большой скоростью. Не знаю. Там. 48.1 Э. 48.x Так что. Это не пойдет на этом приводе. Вообще. Ни на одном PS1 не пойдет. С такой скоростью не. Прочитается. Ну. Вот так. Дорогие ребята. Как я уже сказал. Дополнительные. Фотки. С платой. И разметкой. Нужных. Предохранительные. На удаление. Или замену. Я приложу. В описании. К данному видео. Если. Спасибо за просмотр. Короче. Если вам помогло это видео. Поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Если не помогло. Пожалуйста. Не ставьте дизлайки. Пишите в комментариях. Про свой случай. Что у вас. И почему вам не помогло это видео. Что вы делали. Я постараюсь ответить. И. Помочь вам. Чем смогу. И на этом все. До свидания. Вот. Конечно же. Хорошо было бы. Приделать корпус обратно. Но. К сожалению. Да. Я не смогу это сделать. Вот он. Корпус. Вот он. Корпус. Я тут. Кстати. Забыл еще сказать. Когда. Ставим. Вот такую. Костыль. Если. У вас. Тоже. Есть. Пластилин. Конечно же. Каждый. По своему. Может. Приделать. Этот. Костыль. С. Кнопочкой. От. Крышки. Я поставил пластилин. И. Отпилил. Чутка. Кончика. Вот. Этого. Шеста. Кнопочки. Вот. Контакт кнопочки. Отпилил. Чтобы он. Не. Отклеил. Пластилин. Чтобы он. Не. Отпилился. Ну. Вот. Так еще. Это я. Изуродовал. Корпус. Ну. Пришлось. Как бы. Вот. Все работает. Все идет нормально. Как я уже сказал. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока.